Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем вторая часть коста про вопрос относительно куда отдать ребенка. Я расскажу про танцы, так как сам этим занимаюсь, уже лет, ну, наверное, к десятке уже близится, вот. Расскажу про два момента, значит, про стереотипы. Ну, такой первый, не стереотип даже, а первый такой косяк, который очень часто наблюдаю у мам, как сам, так как сам тренирую, и в нашем там клубе очень много таких приходит. Это, ну, это на самом деле случается не только в танцах, и самое главное, что не только женщины покупают, я и мужчин таких же, ну, откровенно говоря, идиотов видел. Значит, это когда ребенок является проекцией, то есть вот у вас есть там сын или дочка, и вы, кстати говоря, фильм «Призрак», вот недавно посмотрели как раз про это. У вас есть сын или дочка, и вы в детстве хотели заниматься танцами, но это самая же странная ситуация, просто вот повальная. Но не было возможности, денег, там еще что-то, у вас появилась дочка, отдам-ка я ее на танцы. Причем вот в расчет такие вещи, как нравится это ребенку, не нравится, есть у него способности, нет, прет, не прет, родители вообще наотрез отказываются понимать, обращать на это внимание, насилуют ребенка, издеваются. Ребенок всячески пытается в нее донести, что ну не прет меня это на тренировке, вот для тренера это просто издевательство. И стоишь ему, говоришь, он увидит, что ему рядом вот девочка стоит, или даже может быть наоборот бывает мальчик, ему это нравится, он прям весь там старается, а какая-то девочка, короче, стоит, ну вот там просто вот она вот такая вот ходит. И донести как-то, с одной стороны, родителю это тяжело, потому что ты, ну, с другой стороны, тебе же платят деньги, да, какая тебе разница, вот. Но вот это, конечно, ужасно. И вот так вот издеваться над детьми, я считаю, это в корне неправильнее. Причем без понимания вообще, зачем это нужно, для чего это нужно, что это дает. Вот это, конечно, не есть гуд. И, значит, такой второй момент, вот говорят, что типа вот о пользе танцев, о том, что, значит, дают. Я, разумеется, хочу сказать, что, конечно, танцы дают огромную пользу, огромную. То есть, но, значит, есть всякие мелкие но, про которые хотел сказать. Значит, ну, во-первых, начну с парней, то есть полезны ли танцы парням. Да, есть определенные, значит, тренды, которые несут, ну, скажем, определенные вещи, которые дают определенную пользу. Значит, во-первых, мальчик, так как он с детства вращается с девочками, я не встречал, как правило, вот парней, у которых потом бывают проблемы с женщинами. Причем я не скажу, что там какие-то бабники получаются, еще кто-то. Мы сейчас не об этом говорим. То есть, я при этом вижу огромное количество клиентов, в которых, в принципе, с женщинами гигантские проблемы, гигантские. Они даже не могут, они боятся их в возрасте 30 лет. Реально, это вам кажется смешно, но это, вот, они диалог не могут начать. У них вот, ну, просто вот, какая-то клиника. И, конечно, ребята, которые занимаются бальными танцами, так как они постоянно там свою девочку, ну, партнершу обнимают, общаются с ней, там, трогают ее, там, ну, то есть происходит какое-то взаимодействие, то никаких проблем. То есть, все грамотно, вот, инициализируется. Но, заметьте, я сейчас говорю только про спортивные бальные танцы. То есть, я сейчас не рассматриваю всяких хастелов, там, сальс, там, и вот прочие ерунды. Значит, далее, что это еще дает? Значит, разумеется, идет проработка огромного количества мышц. Если у ребенка, там, ну, скажем так, какие-то проблемы с психикой, и это выражается вот в мышцах, там, сутулиться, еще что-то, то, конечно, танцы этой дают огромнейшую проработку, огромнейшую. Плюс, так как это, вот, сложно-координатная такая, такая движуха, то мне, после того, как я занялся бальными танцами, мне очень легко стали даваться другие вещи. Вождение, там, управление какими-то транспортными средствами сложными, там. Ну, то есть, всякие разные вещи, которые, вот, у меня до этого не получались после танцев, они стали получаться очень просто, и сразу причем. То есть, они очень хорошо развивают мозг. Вот. Но, разумеется, скажем так, вот в контексте того, что я поговорил в предыдущем, в косте, конечно, танцы, они не прокачивают вот многие такие, не все качества, которые хотелось бы видеть у мужчины, у настоящего сильного мужчины. И в этом плане, конечно, если уж вы отдаете на танцы, ну, я думаю, что было бы правильно, чтобы ребенок все равно продолжал как-то заниматься. А на самом деле, ну, современный тренд в танце, я могу сказать, что если вы сейчас как бы ребенка не заставляете этим заниматься, если он дойдет до определенного класса, его все равно тренер заставит качаться. Все равно. То есть, это просто не прокатит, то есть, если у вас там какой-то тощий, неподкачанный, ну, у него просто объема не будет, понимаете, вот какой-то субтильный подросток, то есть, все равно его тренер заставит качаться. А тут по какому только все самые известные, там, чемпионы мира и так далее, там, Славик Криклив, они все огромное там количество времени посвящают спортзалу. Вот, поэтому полюбас ребенка нужно с детства раскачивать и в идеале еще хотя бы в какой-то базовой форме, чтобы он умел, ну, знал какие-то приемы, владенец своим телом, чтобы за себя постоять. И это не только потому просто за себя постоять, это просто очень мощный дает именно возможность ему выстрелить, как мужчине. Вот, значит, теперь для девочки. А вот для девочки тут вопрос очень спорный. Дело в том, что, с одной стороны, вроде бы это, ну, вложения такие правильные. С точки зрения современной культуры, занятия для девочки бальными танцами, они вроде бы правильные. Но я не беру сейчас всякие сложности, что там партнер для девочки сложнее найти, там, и так далее, да. Кстати говоря, я хочу сказать, что вот если не стоит цель сделать прям чемпиона мира, да, то есть, то есть, если стоит просто цель, вот, ну, вкладываться просто в тело и заниматься просто как фитнесом, то я могу сказать, что на самом деле бальный танц, один из самых, вопреки такому, значит, расхожему мнению, это один из самых дешевых видов спорта. То есть, если сравнивать, там, с ценами на индивидуальные занятия в том же боксе, венчуне, айкидо, в какие-то тир там взять и так далее, взять на ценники, там, каких-то тренеров по фитнесу, реально, вот, ну, у меня, например, в разы меньше денег уходит. Вот. Ну, опять же говорю, это если не стоит цель, то есть, если вы не на каком-то уже серьезном уровне и не ездите на международные конкурсы, и у вас, там, цель уже идет на, там, SM-класс и так далее, ну, тогда, конечно, да, тогда это будет стоить, там, за облачные деньги. Если цель такая чисто вот for fun, то это весьма дешевый спорт. Так вот, для девочки, значит, с одной стороны, казалось бы, это, в общем-то, цель такая весьма, ну, вложение весьма правильное. То есть, это прям прямое вложение в девочку, потому что прокачивается тело, она становится ровная, это, там, прямая, прокачивается определенная мышца, она становится спортивная, то есть, это сразу плюс, там, плюс, я не знаю, там, 10 к арме и к ее, там, ну, на рынке, вот, отношений, вот, сразу, там, плюс, плюс она вертится в социуме и проще найти мужика какого-то, там, то есть, стиль ее прокачивается, умение себя подать, там, и так далее. Вот, но, с точки зрения, вот, ну, скажем так, с точки зрения матриархальной культуры, современной, это очень хорошее такое вложение, очень хорошая инвестиция. Но, тут есть, как бы, одно но, которое связано вот с чем. Дело в том, что, я думаю, что, кстати говоря, это одна из причин, почему при Советском Союзе это вот так вот запрещали. Дело в том, что, ну, говоря языком про Топопова, я сейчас просто поясню, что, вот, я имею в виду, сейчас сначала скажу немножко терминов, бальные танцы, они поднимают ранг девушки. Говоря языком этологии современной, неоэтологии, бальные танцы, бальные танцы, наоборот, опускают ранг девушки. То есть, что это на самом деле значит, да, вот это понятие. Дело в том, что женщина, как бы, становится более, занимаясь бальными танцами, ну, она становится, скажем так, в общем, вот есть такое понятие, да, очень популярное, которое продвигалось вот в России, на Руси, и при Советском Союзе она тоже, скажем так, ну, культивировалась. И культивировалась, я считаю, весьма правильно. То есть, это такая вот вещь, которая мужчинами правильными, она очень, скажем так, ценится. Это такие качества женщины, как кроткость, скромность, и вот похожие качества, да, покладистость. И в современной матриархальной культуре, так как ребята уже воспитываются, в принципе, поколением уже женщин, которые, ну, мужчины, их либо нету, либо они, скажем так, не участвуют в активном воспитании отцы, да, и ребята активно воспитываются мамами. Поэтому они, ну, скажем так, невротизируются этими женщинами и, не знаю, такими инфантильными. И очень, скажем так, то есть они привыкли уже, у них по умолчанию они привыкли быть слабыми, и к тому, что женщина, ну, они привыкли не проявлять характер, привыкли, что женщина их всячески вот подавляет. И очень хороший этот пример, почитайте фильм, книгу «Большие надежды» Диккенса. Как раз там вот его воспитывала сестра, и что парадоксально, ведь это же неспроста, он нашел как раз именно такую же женщину, да, себе, влюбился, я, по сути, ей посвящен на все книги, которая является проекцией, по большому счету, его вот этой сестры. И как раз вот такой дефективные такие ребята, они ищут вот таких девочек. Поэтому с точки зрения, ну, таких вот стервочек, таких активных, сильных таких, с сильной позицией, с остержнем, и как раз вот таких женщин, у бальных танцев есть все качества, чтобы таких женщин делать, ярких, сильных таких вот, посмотрите на меня, какая я, вот. Но если вы хотите, чтобы ваша женщина, ваша дочка была действительно успешна в жизни, чтобы она нашла правильного мужчину, то вот у правильных именно мужчин, у них на таких женщин как бы стоит, ну, как сказать, такой фаервол, и, ну, они за километр чуть-чуть чуют вот таких вот дамочек, и их подальше как бы от себя. Вот, и если вы хотите найти действительно вот правильного мужика, вот, то вот в этом вопросе бальные танцы могут скорее сыграть не совсем правильную службу. Ну, а во всем остальном, это, конечно, вещь, да, полезная, разумеется. Вот, опять же говорю, для мальчика я бы все-таки приказал другие вещи. Более правильно я рассказал вот почему. Посмотрите еще раз, да, внимательно, вот, разные фильмы про индейцев и так далее, то есть, как проходила мужская инициация, то есть, это какие-то были конкурсы, ну, не конкурсы, а состязания, вот, даже в русских сказках есть, кто дальше стрельнет, кто там быстрее на коне пробежит, и имена, не помните, индейцам даже давали там, быстрый олень и так далее. Это же неспроста, то есть, это как раз тот, там, в раннем возрасте, та вот процедура, которая вот в мужчине как раз зарождает вот эту вот, ну, скажем так, мужскую самость. И в современном виде вот ее может заменить только серьезный, сильный мужской спорт. Собственно, вот. А, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok